Как прошло лето в церкви? Проведено 133 богослужения. 33 человека приняли крещение. 720 часов молитвенных собраний. Благотворительное служение. Посетили 40 семей с детьми с диагнозом ДЦП. Привезли продукты питания в кризисный центр для женщин с детьми и в центр для детей с диагнозом ДЦП. Провели благотворительную акцию в посёлке. Концертная программа, вещи, продуктовые пакеты для 130 семей. Организовали отдых в аквапарке для семей с приёмными детьми. Купание, угощение. 50 детишек провели незабываемый день. А также была проведена благотворительная акция «Снова в школу», благодаря которой 100 детей получили всё необходимое для учёбы. В начале июня прошёл семинар с Виталием Затолокином на тему «Отношения с Богом». Четыре воскресенья подряд проводились семинары о молитве. А также были проведены семинары для медиакоманды. Женское служение провело серию встреч с приглашёнными гостями. Говорили о воспитании детей, организации досуга и детском здоровье. В начале июля команда детского отдела провела интересную, насыщенную программу для ребят от 7 до 13 лет. 6 июля прошёл день открытых дверей в Центре духовного восстановления. Свидетельства об изменённых жизнях, поклонения и слова, а также общения с родными и близкими. Это было полезное время для всех. С 12 по 14 июля прошла молодёжная конференция, на которой собралось более 300 ребят. А затем прошло молодёжное служение для тех, кто решил посвятить свою жизнь Богу. В течение трёх недель более 50 ребят учились и практиковались в служении, чтобы потом стать частью команды служителей в своей церкви. И, конечно, в начале августа мы вместе, всей церковью, провели полюбившийся всем праздник – Family Day. В служении глухих прошёл день воспоминаний о Ное. Необычный праздник с угощениями и весёлыми брызгалками. А 25 августа служение глухих провело праздник красок Холи. Яркие краски и много радостных эмоций. Лето в нашей церкви прошло замечательно! Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова